Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 24 февраля По одному из календарей славяне отмечают будник – обретение птицами гнезд. По народному месяцу слову – Властьев день. В этот день христиане чтят память святого Властья Севастийского, епископа Каппадокийского. Жил в Малой Азии, четвертый – начало третьего веков. День святого Властья из-за множества примет и обычаев, на него приходящихся, как только в народе не называли – Волос, Велес, Коровий праздник, Масленник, Морозник, не без радости отмечая – Прошел Прохор, пришел Влас, скоро весна у нас. Но, видно, не очень хотелось одрехлевшей снежной барыне без боя сдавать когда-то с трудом отвоеванные осени позиции. Вот и пыталась зима ледяными утренниками за землю уцепиться, и, набравшись сил, шпарила на Власия, размечтавшихся о весеннем тепле людей запоздалыми морозами. Но, вправду сказать, были они последними, и никого уже ни силой, ни лютостью пугать не могли. Власий рог зимы сшибает, в дорогу снаряжает, а путь ей ведом, за Прохором следом. Конечно, куражился народ, насмехаясь над порядком надоевшей зимой, а морозы власийские шуток не терпели, обжигая неосторожных прохожих до слез. Но даже они не могли испортить праздника, который в это время по всем областям три дня к ряду отмечался. По одной из версий, христианский Власий в сознании народа стал наследником славянского бога Волоса, Велеса, покровителя и хранителя крестьянского скота, поэтому и власия нередко называли скотием богом, а торжества на его день приходящийся считали коровьим праздником. В этот день непременно кормили домашних животных лучшим кормом, совершая ритуальные обряды, чтобы уберечь скот от нечистой силы. В некоторых российских губерниях на Власия, так же как и на Агафью-коровницу, принято было проводить обряд опахивания деревень, который должен был предохранить скотину от прилипчивых болезней и массового падежа. Мужики к подобным действам и близко не подпускались, да и некогда было им, ведь на Власия повсеместно начинались скотские торги, открывались шумные базары, устраивались ярмарки. А по дворам приглашали родных весело и сытно отметить коровий праздник, ничего не жалея для дорогих гостей и помня о том, что в это время у самого Власия борода в масле. А по одному из славянских календарей сегодня будник – обретение птицами гнезд, день птиц. На обретение птичье потенье зимующие птицы начинают готовить гнезда, а перелетные готовятся к возвращению домой из Вырия. Народ зазывает птиц из Ирия сада, дабы встретить их насороченные. Никаких особых обрядов не проводится. Пекут пряники, которыми и сами угощаются, и птиц, какие есть, кормят. Поют песни славления Ирию. Читаются молитвы о благе и богатстве в семье. По легендам Ирии, небесный сад, созданный Сварагом, что подлил отырь горы над Репейскими горами. Здесь Свараг посадил священный вяз, который сдерживает при помощи своих корней весь мир. Кроной он упирается под самые небеса. На его восточных ветвях свела свое гнездо птица Алконост, а на западных – Серин. На Хвангур-горе вырос Кипарис, на Березань-горе – Береза. На ветвях его порхают птицы золотым, синим, зеленым, ярко-багряным оперением. Тут Свараг посадил вишневое дерево в честь вышиня. После того, как сюда прилетела птица Гамаюн, здесь вырос солнечный дуб. И много еще чего прекрасного и чудесного здесь есть. Стерегут его стражи грозные, не пропускающие никого чужого, пешего или конного. Считается, что туда улетают птицы, уползают змеи, насекомые прячутся там на зимовку. По преданиям, ключи от Ирия хранятся у кукушки. Она первая улетает в теплые края. Туда же отправляется душа животного, добытого охотниками, которые взяли шкуру и плоть его на нужды рода своего, а не для забавы ради. Людям не должно издеваться над зверьем и причинять им мучения, дабы старшие духи скоро отпустили их на землю, позволив вновь родиться, чтобы не переводились ни рыбы в водоемах, ни животные в лесах, ни птицы на земле. Берегите мир ваш и природу его, ибо это дом ваш и сила ваша. Славяне! Братья-месяцы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова